Вообще не бояться! Вообще не бояться! Таких первый раз вижу. А это драться уже может, этому не нравится. Ладно, не будем мешать. Привет, друзья! Сегодняшний выпуск будет из уникального места. Место называется Хантер Валли. Находится в примерно полутора часах езды от Сиднея в сторону Брисбана. И когда мы жили в Сиднея, мы сюда любили приезжать два-три раза в год. Это замечательная винная долина. Но здесь не только вино, здесь особая атмосфера. То есть вы сюда приезжаете и буквально отдыхаете от суеты большого города. Здесь можно покататься на лошадях, можно покататься на велосипедах, ходить по бушвокам, просто пошляться по винарням. Можно даже полетать на воздушном шаре у нас был полет. Ну и конечно поездить по винарням, дегустировать одни из самых лучших вин в Австралии. Также есть и сыроварни, есть и шоколадные фабрики. Так что если вы живете где-то в окраинах Сиднея, недалеко от Сиднея или Нью-Кастл, то пожалуйста приезжайте. Это уникальное место. И до того, как мы начнем наш выпуск новостей. А в новостях мы походим, посмотрим, немного полетаем. Я запускал дрон. Потому что здесь прям такая красота. Ну я уж не знаю, как мне все это уместить в один репортаж. В общем, пожалуйста, поставьте ваш лайк. Это помогает продвигать наш контент в алгоритмах YouTube. И лично мне также будет приятно за такую вашу поддержку. Итак, устраивайтесь поудобнее. Покажу вам этот регион и заодно расскажу о новостях. Полетели. В Эли Спрингс в центре Австралии ведут комендантский час. В городе произошел всплеск преступности. Группа из четырех полицейских, не находившихся при исполнении служебных обязанностей, подверглась нападению со стороны 20 подростков. В то время как еще один офицер предположительно был сбит пьяным водителем. На самом деле проблема решается гораздо проще. Надо снова запретить продавать аборигенам алкоголь. Результаты мониторинга сточных вод на предмет содержания наркотиков показывают, что средний уровень употребления метанфетамина, кокаина, эмдемией, МДА, кетамина, алкоголя и никотина вырос по всей стране. Однако средний уровень употребления каннабиса снижается. Главврач больницы Рокхэмптон рассказал, что у детей, у которых случаются истерики из-за того, что у них отбирают цифровые устройства, отправляют в отделение неотложной помощи. Игровое устройство признано Всемирной организацией здравоохранений и может вызывать у детей серьезную тревогу, депрессию, суицидальные мысли и признаки СДВГ. Эффект сравним с кокаином или героином. Родителям настоятельно рекомендуется отучить своих детей от использования гаджетов, введя в их жизнь больше живого общения и оффлайн-развлечений. Эксперт утверждает, что детоубийство в подавляющем большинстве случаев совершается отцами, и причины, по которым мужчина и женщина прибегают к насилию, совершенно разные. Исследователь утверждает, что движущими силами детоубийства совершаемым мужчинами является месть и контроль. Однако дети, убитые в первый год жизни, с большей вероятностью будут убиты своими матерями. Обычно это происходит из-за тяжелого психического заболевания и депрессийного состояния матери. И на этой неделе Алексей Гринко подробно раскрыл тему домашнего насилия. Посмотрите предыдущие видео на канале. Армия Австралии приобретет новые дроны Switchblade 300. Они считаются дешевым и высокоэффективным оружием. Беспилотник весит всего 3 килограмма. Его можно переносить в рюкзаке и применять на поле боя. Он создан для того, чтобы врезаться в противника, словно камикадзе, и взрываться при ударе. И вообще где-то подобное уже показывали. И война между Украиной и Россией показала совершенно новый уровень ведения боевых действий и бесполезности кажущихся еще недавно считавшихся совершенной военной техники. Полиция штата Южной Австралии приобрела новый вертолет Airbus H-145 стоимостью в 25 миллионов долларов для повышения общественной безопасности и эффективности операций по поддержанию правопорядка. Отелсер объявила, что стоимость тарифных планов на мобильную связь вырастет в августе. Телекоммуникационная компания сообщила, что большинство ее планов вырастут на 2-4 доллара в месяц. Эксперты призывают правительство Виктории принять план по борьбе с синтетическими опиоидами на фоне опасений, что в Австралии может увеличиться употребление фентанила и нетозина. Австралийское управление по коммуникациям и СМИ предупреждает налогоплательщиков, что в ближайшие месяцы им следует быть осторожнее, так как мошенники могут совершать звонки, выдавая себя за сотрудников Австралийской налоговой службы или других государственных ведомств. Они могут присылать электронные письма или текстовые сообщения, якобы отправленные от имени ETO, Australian Taxation Office, или MyGov, содержащие ссылки для кражи личных данных. Железнодорожная линия может быть запущена в аэропорт Мельбурна в течение следующих шести лет, после того, как руководство аэропорта отказалось от своего требования о строительстве подземной железной станции. Генеральный директор аэропорта Мельбурна заявил, что они будут сотрудничать с правительством Виктории для строительства наземной станции. И вообще, это новость прошлого десятилетия. Проекты отдельной линии существуют уже более 15 лет. Однако, кроме пустых обещаний, ничего не меняется. Между Сити и аэропортом по-прежнему курсируют специальные автобусы. Согласно новым данным Австралийского бюро статистики, сменившая работу за 12 месяцев сократилась до 8%. Наиболее ярко это проявлялось в секторах туризма, искусства, транспорта, почты и складирования товаров. И согласно новому опросу, число работников, обязанных посещать офис 5 дней в неделю, удвоилось за последние 12 месяцев. Четверо из 10 штатных сотрудников теперь будут лично присутствовать на работе каждый будний день. Это резкий скачок по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, когда только двое из 10 сотрудников приходили работать в офис. Согласно новому отчету благотворительной организации ГУД-360 Австралия, 4 миллиона австралийцев не могут позволить себе предметы первой необходимости. Они избегали общественных мероприятий или даже пропускали работу, потому что не могли позволить себе средства личного гигиена и не отдавали детей в детский садик, потому что не могли позволить себе подгузники. Традиционный блок новостей в Новой Зеландии. 44-летний строитель из Китая, приехавший в Новую Зеландию в поисках работ, утверждает, что агент по трудоустройству и оформлению виз использовал его данные, чтобы обманным путем получить более 17 тысяч новозеландских долларов в качестве пособий для беженцев. Выяснилось, что никаких платежей на банковский счет мигранта не поступало от Министерства социального развития и иммиграции Новой Зеландии, куда впоследствии потерпевший обратился с жалобой. Начальность школы Веллингтона разыгрывает билеты на концерт Тейлор Свифт в Лондоне. Общий главный приз составляет более 20 тысяч долларов. Приз школы Клайд Ки включает два премиальных билета на концерт 19 августа и перелет в Лондон. Семь ночей в роскошном отеле и полторы тысячи долларов на карманные расходы. Видимо, дела в поп-индустрии совсем плохи, если концерты заполняются школьниками. Жительница Нью Плимута, уставшая от демонстрации ягодиц в местном бассейне, создала петицию, в которой призывала запретить носить стринги в общественных бассейнах. Однако городской совет заявил, что не будет менять правила ношения купальников, несмотря на компанию матерей против откровенных бикини. И я полностью согласен с петицией. Без бикини гораздо лучше. Возвращаемся в Австралию. В дикой природе Австралии осталось всего 80 тысяч коал. И в национальном зоопарке Канбера родился новый детеныш коалы. В 2022 году коалы были объявлены находящимися под угрозой полного исчезновения. Сотрудники парков и охраны дикой природы Куинсланда утверждают, что люди не соблюдают меры предосторожности, справляя нужду в кустах. Отходы жизнедеятельности человека могут создавать опасность для окружающей среды и попадать в водные пути. Людей призывают носить с собой лопатку, чтобы, соответственно, закапывать отходы и пользоваться туалетом перед тем, как они отправляются в путь. И вот мне интересно, связана ли вместе эта новость и предыдущая, которая о коалах. По данным Центра исследований преступлений против дикой природы, торговля дикими животными является четвертым по величине видом организованной преступности в мире, и ее годовой оборот превышает 450 миллиардов долларов. По оценкам, тысячи видов австралийских птиц продаются по всему миру, причем особой популярностью пользуются кокоду и ящерицы. Австралийские ученые создали инструменты для обнаружения и отслеживания диких животных, которые контрабанды вывозятся из страны и ввозятся также в нее. Ну а в новостях об инструментах они, к сожалению, не поделились. В марте этого года правительство Виктории фактически запретило отстрел динго. Штат Виктория пока единственный штат, который принял такую форму защиты динго. В свою очередь, фермеры Нового Южного Уэллса опасаются за свой скот и считают, что действия правительства Виктории несомненно приведут к тому, что увеличивающаяся популяция динго естественным образом проникнет на территорию соседнего штата и будет там свирепствовать. Интересно, а как же знаменитый собачий забор? Согласно последним данным об урожае винограда, общий объем производства винограда в Австралии вырос на 9% до 1,43 миллиона тонн в 2024 году. За последний год в стране было переработано больше винограда сорта Шардоне, чем любого другого сорта. Впервые за десятилетие урожайность белого винограда превысила урожайность красного. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защите прав потребителей подала в суд на Good Guys, утверждая, что и Тейлер разместил вводящую заблуждение рекламу. Компания проводила акции, создавая видимость того, что клиентам достаточно потратить установленную сумму денег, тогда как на самом деле им также приходилось подписаться и на маркетинговые сообщения. Две трети австралийцев, родившихся в период с 1972 по 1982 год, зарабатывают больше, чем их родители в том же возрасте. Однако данные показывают, что у тех, кто родился после 1990 года, наблюдается более медленный рост доходов. Впрочем, общий уровень экономической мобильности в Австралии является высоким по мировым стандартам. Ну и последняя новость. Согласно последнему отчету UBS о мировом благосостоянии, в течение следующих четырех лет число миллионеров в Австралии увеличится на 20%. Прогнозируемый рост обусловлен резким ростом стоимости на недвижимость, унаследованным богатством и солидными остатками на пенсионных счетах. А еще здесь есть практически ручные утки, которые заходят прямо в дом, их можно покормить. Есть также замечательные сады, один из самых больших частных ботанических садов в Австралии, тоже очень красивое место. Да, еще здесь можно полетать на вертолете, поездить на лошадях, поездить на квадроциклах. В общем, отличное место. А если вы хотите переехать в Австралию, то не забывайте про анкету, где вы можете самостоятельно оценить ваши шансы на переезд. Это займет буквально 3-5 минут. И если вам нужна помощь, то я обязательно с вами, обязательно с вами свяжусь. Еще раз благодарю вас за просмотр, желаю вам всего самого-самого лучшего. Удачи, друзья. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok